В Международный день защиты детей взрослые объединяет усилия, чтобы еще раз привлечь внимание к детским проблемам. Однако защитить их от всех угроз и опасности, увы, не получается. О профилактике детской и младенческой смертности говорили сегодня на еженедельном совещании у главы Чуваши. За 4 месяца нынешнего года детей родилось больше, чем за аналогичный период года прошлого. А вот умерло меньше. Казалось бы, тенденция хорошая. Тем не менее, цифры по-прежнему тревожные. Погибли 44 ребенка. Среди так называемых внешних факторов на первом месте ДТП. За январь-апрель с участием детей произошло уже 50 аварий. 4 ребенка погибли. Один из них катался на скутере. Еще одну девочку сбила машина. Резко возросло количество смертей от отравления угарным газом. То, что касается отравления угарным газом, это то, что я уже начала говорить. Это отравление в основном на пожарах. Это все зимние пожары. К сожалению, мы потеряли шестеро детей. В прошлом году это был всего лишь один ребенок. Много несчастных случаев происходят по банальному недосмотру взрослых. Лето и жара только начались, а в республике уже 8 детей выпали из окон. Один из случаев произошел буквально сегодня утром. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. С жарой связана еще одна опасность. Водоемы тонут дети даже на организованных официальных пляжах. Следующая проблема – это смертность детей от суицидов. В абсолютном выражении мы видим, что детей в этом году мы потеряли примерно столько же – один и один. Если сравнивать, конечно, с целым периодом 2013 года, то падение вроде бы в три раза. Но здесь нужно говорить о том, что впереди, конечно же, еще практически три квартала этого года. Но мы видим, что сегодня идут ЕГЭ, мы видим, что, к сожалению, одна из главных причин суицидов – это проблемы в школе, проблемы подростковой любви, взаимоотношений между мальчиками и девочками. Поэтому здесь тоже воспитательная работа в школе, воспитательная работа с родителями, с учителями. Министр образования согласен? Да? С такими показателями? Универсальный рецепт от внешних опасностей – это внимание родителей и воспитательная работа. Участвовать в ней должны администрации районов и городов, органы соцзащиты, системы здравоохранения и образования. Второй вопрос повестки дня тоже касался здоровья, правда, экономического. 19 и 20 июня в столице Чувашии проведут седьмой экономический форум «Регионы. Устойчивое развитие». Разработаны программы, действует интернет-сайт, определенные площадки. Это многофункциональный зал, театр, опера и балета, национальная библиотека. Направлено более 2000 писем приглашений на участие в форуме. И продолжается работа по проведению пиар-компании. Более 450 человек уже официально подтвердили свое участие. Среди них представители 24 регионов России и 6 представителей иностранных государств – Франции, Швеции и Японии. Ольга Пырочкина, Игорь Поручиков, Сергей Рябчиков, Республика. Продолжение следует.